Всем привет в Затоке! Всем привет! И мы сейчас находимся в Затоке. Хотим вам показать центральный рынок Затоке. Посмотрим, что здесь продают, почем, много ли тут людей. Ну что, погнали! И сразу же на входе можно купить конечно рыбку. Сухую, вяленую, разную-разную. Цените, как ни странно, есть. Потому что у некоторых ценники отсутствуют. А еще лайфхак. Чтобы не переплачивать на пляже за морепродукты, покупайте их на рынке. Потому что ценники здесь доступны. 40 гривен на панчики и даже есть ква-ква. Ну вы поняли, да? За 120 гривен. Спасибо. Креветочки, балаки, черноморская креветка в районе 20 гривен. Атлантическая 35. А на пляже вы уже ее купите за 50. Это точно. Справа у нас рыбный рынок. Можно купить также вино. Но обзор его смотрите на нашем канале отдельным видео. И так как сейчас наверное все люди на пляже. Хотя как видите погодка сегодня немножко облачно. Тем не менее люди отдыхают. Купаются и загорают. Кинжалы, ножи, колонки, магнитики и затоки. А ну колитесь. Кто еще покупает затоки, магнитики? А и вообще привозят с отдыха. Сувенирные лавки естественно есть. Да и вот так красиво висят магнитики. 30-35 здравствуйте гривен. Здесь дешевле. Честно сказать я удивлен. Я думал что таких крутых магнитиков типа вот этих затоки не бывает. Ага видишь это затока детка. О Одесса. Так ну а мы идем дальше. Плов средства нужно купить если вы его забыли или прокололи где-то. Валя вот кто здесь как чего здесь не хватает? Кваса. Правильно здесь всегда стояла бочка с квасом. Здесь всегда продавали квас. Абсолютно рынок туда идет еще в ряды пошли бегло покажем что там мне кажется там больше шлепки там турецкая страдажа смотрите зачем объехать в Турцию за текстилем вы можете его купить в затоке или если вы приехали и что-то забыли взять пожалуй всякие тунички пляжные все это продается и даже кожа и меха кожа круто это неожиданно к сожалению не все ряды работают да не все продавцы еще начали работу к сезону потому что сезон все как-то очень сильно опаздывает домашняя кухня вот еще одна столовая где можно покушать а мы не видели не видели мы ух ты какой здоровый отстань мы за него чтобы понимали какого он размера на нем держишься вот так да офигеть класс крокодилы машины итак текстиль у нас на каждом шагу в принципе рюкзачки сувениры естественно цапли жабы не знаю кто это здесь покупает брелки чашки котики которые приносят вам денежку китайские здравствуйте и ловцы снова все все абсолютно все можно купить на рынке в затоке спасибо так очередные сувенирки а что у нас внутри ого так это целый рынок огромный мы проходили мимо но ни разу сюда не заходили здравствуйте в общем здесь я так понимаю все тоже то же самое только уже под накрытием и в павильоне дальше мы идти не будем кстати купальников смотри какой огромный выбор это немаловажно немаловажно шлепанцы купальники кстати яркие прикольные да и большие размеры есть пассивочки чашечки мягкие чашечки в общем на любой выбор и диапазон цен примерно на купальнике какой в среднем 500-600 в среднем 500-600 гривен это где-то 20 долларов 25 шляпы кепки да выбор конечно здесь огромный штанцы салаты полотенца и вот мы вышли на проходную улицу рынка вот такую чисто одесскую тельняшку можно приобрести и даже ребенку с кепочкой резинки заколки ложки я должна людей которые коллекционируют такие ложечки именные стоимость 50 гривен оха тут рай шляп кстати вот это на отдыхе девушка вообще немаловажно чтобы не обгореть согласись да это крутая в этой шляпе можно спокойно купаться даже наверное самое пекло да да интересно сколько она стоит там на ценничке нету а есть ценники вот я вижу 420 380 380 гривен ну ты знаешь и неплохо вроде бы и неплохо вроде бы недорого в общем около 15 долларов шляпочка да а ее можно складывать там чемодан допустим она разровняется спасибо спасибо большое сувенирки очень большой выбор зонтиков чтобы с собой каждый год не тянуть мне кажется его проще тут купить и оставить думаю да чем арендовать да чем арендовать очки а мы сейчас выберем себе новую пару очков и пойдем дальше какой ценник на очки здравствуйте за 100 гривен есть очки да за 100 гривен есть а самые дорогие такие имена вот такие 100 гривен любые видите рыбаны так это классика такие вот 150 вот такие вот среди видите 150 да это обычно не полароиды но есть и по 250 и по 300 да но это идут полароиды так что очки на любой карман побежали дальше весы тоже здравствуйте можно приобрести можно понюхать какие хотите тут издалека да хорошая торговля ой черчхела мы еще черчхелу здесь не наблюдали давайте посмотрим итак 25 гривен стоит одна черчхела это чуть-чуть меньше доллара креветочка черноморская 25 35 40 атлантическая цена я вам уже показывала и в этом сезоне начали продавать кваква как нам сказали да а мы не видели у нас из года вот а есть любители вот честно 100 грамм 129 вы не было мы бы их не продавали тут интересно честно скажу ну а 100 грамм это одна штучка будет нет когда выходит где-то 30 а то есть 120 гривен это штуки 3-4 будет жабки кстати покажи насколько рынок продвинутый можно рассчитаться виза мастерка пайп apple все что хотите так что рапана мидию креветочку можно купить за безнал имейте ввиду спасибо вам удачи хорошая торговля рыбка домашняя копчение у нас лучшее барабулечка 17 гривен 100 грамм заяц рыба заяц ты видел рыбу заяц не видел где вот заяц я не видел 50 какой-то в общем как и на всех торговых рядах здесь очень много рыбы морепродуктов чурчхелы вот еще красивая витрина да но это все отсвечивает поэтому не очень хорошо видно вот дорога таврия б так чтобы вы понимали где находится этот рынок это холодильники да поэтому можете не переживать ой это вот все такие а это кальмарчик да осьминог вот какие они маленькие осьминожечки вот коктейль морской за 60 рапанчики разные разные маринады мидия это фасоль какая-то там да у вас да фасоль в общем масса всего так что на любой на любой вкус можно присматривай себе на вечер брать а мы конечно обязательно купим рапану кто не ел попробуйте но скажу вам сразу вам или понравится или не понравится сразу скажу что на рапаны меня присадила Валя как-то мне раньше не казалось такое что-то что-то такое а мне нравится а мы придем к вам купим ну давайте попробуем уже так что наверняка а ну Валя снимай так это они острые не острые так ребята снимаем пробу рапаны в гранатовом соке ревизор в Одессе ревизор в затоке ну что ревизор в затоке кисленькие я такие попробую прикольно я больше люблю типа подкопчененькие или как они там называются а вы попробуйте с лимончиком сейчас мы не успеваем да вы же нас закармливаете не то слайм это мы слаймом это с лимоном сейчас найдемся что на мою столовку не надо будет идти мне нравится сама консистенция я больше какого-то чили с перчиком вот я бы тоже немножко такое пикантенькое а ну Валя пробуй пиканты я не успеваю давай мне пиканты ну как это вкусно ребята кто любит рапаны напишите очень интересно какие маринады лучше брать ну вот пикантненькое вкусно класс они холодненькие да мне тоже нравится пикантные заход ну ребята кто на рынке в Затоке скупается явно вы знаете эту точечку еще есть маринад на здоровье на здоровье наелись давай попробуй давай попробуй давай давай ого дали попробовать грамм 200 пикантненькое пикантненькое вкусненькое с пивком наверное бомба вообще будет сейчас запомним какие-то запомним и вечером возьмем нас продолжают фаршировать мидиями и рапанами здесь мидия слайма и ребята грейп представляете а ну давай пробуй и что это очень вкусно а ну-ка оператору очень вкусно оператор реально вкусно в общем ребята кушайте морепродукты не бойтесь покупайте их обязательно только в холодильниках а не на руках все будет хорошо да мне кажется что здесь в тысячу раз безопаснее покупать чем где-то на пляже ты согласна здесь стационарная точка человек работает здесь годами десятилетиями идем дальше ребята эта точка с чудом и репродуктами находится вот прямо напротив Таврии кстати вы тоже постоянно спрашиваете есть ли в Затоке большой супермаркет вот Таврия Б большой супермаркет с фиксированными ценами где можете рассчитаться карточками чем ни попадя и вот точка где чудо морепродукты показали мы вам центральный рынок в Затоке друзья да сезон как бы вот-вот-вот наберет свой именно максимальный максимальный разгон но пока есть еще людей мало в Затоке но торговцы уже почти все вышли и цены в принципе такие же как в прошлом году так что вы просили мы вам поснимали друзья ждем от вас грозные лайки подписочку на наш канал не забывайте у нас есть второй канал ссылка в описании а также у нас есть инстаграм который ведет Валя старается и с вами были Олег и Валя и всем пока пока не забывайте Субтитры сделал DimaTorzok